Каждому маленькому ребенку нужна мама, и теленку, и котенку. Когда появляется маленький ребенок, только мама может дать порцию нежности, ласки и заботы. Именно мама будет отдавать своим детям все тепло. Именно она научит кушать, и именно мама открывает дверь в этот чужой, совсем незнакомый мир. Когда рождается новый человек, если он своей маме не нужен, она просто берет и отказывается от него. У животных так не бывает. Мама-кошка всегда любит своих детей и никогда их не бросит. Единственный, кто может котят отобрать, все тот же человек. Так произошло и с нами. Ничего не предвещало беды. Совсем ничего. В один день нас просто сложили в большую коробку, подстелили старое полотенце и отправили в холодный подъезд большого дома. Просто поставили в угол и ушли. Страшно представить, как там без нас наша мамочка. Наверное, она плачет и повсюду нас ищет. Но еще страшнее представить, как быть теперь нам. Представляете, мы еще даже есть толком не научились, а нас уже отправили бороться за свою жизнь самостоятельно. Прижимаемся друг к другу покрепче, чтобы немного согреться. Вместе теплее и спокойнее. Некоторые люди пытаются нас покормить. Другие смотрят зло и толкают коробку. А еще иногда мимо нас проходят большие собаки. Мама рассказывала нам о них. Говорила, нужно остерегаться. Мама, она столько всего не успела нам рассказать. Люди, пожалуйста, не разлучайте детей с их мамами. Ведь нет ничего более подлого. А если уж так вышло, что какие-то гадкие люди так все-таки сделали, люди, другие, добрые, теплые, не проходите мимо. Пожалуйста, помогайте. Конечно же, все жизни в этом мире не спасти. Но спасая одну, вы измените мир для этой жизни навсегда и полностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»